Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим два блюда, которые очень прекрасно подойдут к праздничному столу. Одно блюдо основное, второе закуска. Готовить второе блюдо мы будем в качестве украшения первого, но можно подавать отдельно как закуску. Вообще-то отдельная закуска и есть. Итак, первое блюдо это будет гратен из красной рыбы. Второе будет лодочки из яиц, фаршированных икрой. Что нам для этого потребуется? Для гратена у нас пойдет филе красной рыбы, шампиньоны, лук, лимон, немного укропа, горчица, сметана, любой плавящийся сыр, соль и перец. Для лодочек у нас пойдут яйца, мы взяли пару штучек, а также пойдет буквально пара ложек красной икры чайных и пара чайных ложек теплого сливочного масла. Ну, до настали сейчас в данный момент нету, просто, грубо говоря, и места не хватает. Итак, приступим к приготовлению. Для начала мы сделаем маринад для рыбы. Возьмем сметану. Возьмем горчицу. Поперчим это все. Присолим. Добавим сок лимона. Начинаем это замешивать с лимоном. Сока половины лимона нам хватит. Теперь порежем сюда несколько веточек укропа. Измельчаем хорошенечко его. И тоже добавляем в маринад наш. Хорошенечко размешиваем. Берем филе нашей рыбы. Филе такое, немножко страшно выглядящее. Просто я сам его снимал с рыбы. С целой, поэтому оно не идеально ровное. И укладываем в маринад его. Я режу вот такие куски пополам. Каждое филе, потому что оно очень длинное. Еще раз повторю, с тушки целой рыбы я его снимал. Если вы купите филе небольшими кусками, то резать его не придется. Теперь хорошенечко обваляем наше филе, чтобы наш маринад попал абсолютно везде. Вот таким образом. И уберем в холодильник минут на 20-30. Пока наше филе маринуется, мы займемся луком и шампиньонами. Лук мы нарежем кольцами. Теперь мы нарежем шампиньоны. Шампиньоны будем нарезать большими вот такими кусочками. Вот таким образом режем все шампиньоны. Ну вот и грибы порезаны. Переходим к следующей стадии приготовления. Зажигаем под сковородой огонь. Наливаем немножко масла. Ждем, пока оно нагреется. И начинаем обжаривать наши грибы. Слегка. Не сильно прям на готовности. Чуть-чуть обжарите. Следом будем обжаривать лук. Выкладываем грибы. Начинаем их обжаривать. Степень прожарки нас прям сильно не интересует. Нам надо слегка их обжарить. Поэтому и так получится. Слегка их поперчим сразу же. И слегка присолим. И постепенно помешиваем. Желательно, чтобы они у нас, главное, остались вот такими целыми. Не переломались, не превратились в непонятно что. Поэтому помешиваем аккуратненько. Сейчас из них вся уйдет влага. Ну, в принципе, я думаю, еще минут 5-7. И грибы будут готовы. Далее будем обжаривать кольца лука. Ну, грибы практически уже наши готовы. Еще 5 минут. И все, грибы мы убираем. Грибы мы убрали. Теперь в этой же сковородке обжариваем лук. Масло, в принципе, здесь осталось. Добавлять мы его не будем. Надо сделать огонь только поменьше, чтобы лук не сгорел. Обжариваем лук до мягкого состояния, до слегка золотистого цвета. Лук наш тоже обжарился. И мы его снимаем со сковороды. Далее разогреваем духовой шкаф до 200 градусов. И начинаем выкладывать на форму для запекания наш гратен. В форму для запекания наливаем капелюшечку растительного масла. Совсем немножечко. И хорошенько размазываем по дну. Теперь выкладываем наше филе. Таким образом. Сверху на него будем выкладывать лук. Выкладываем наш обжаренный лук. Стараемся более-менее равномерно его распределять. Далее выкладываем грибы. Сверху я добавлю остатки маринада нашего от грибы. Теперь, как я уже говорил, берем любой плавящий сосы. И начинаем его натирать сверху. Нам надо весь наш гратен покрыть сыром. Так как у гратена должна быть корочка. На гратен сыр надо не жалеть. У меня ушло сюда порядка 200 грамм. Теперь ставим в духовку на 25-30 минут. Далее мы делаем закуску лодочки. Которой мы будем украшать наш гратен. Но вообще это, как я уже говорил, самостоятельная закуска. Разъезжаем вареные яйца аккуратненько пополам. Выкладываем из них желток. Возьмем буквально пару перышек укропа. Тоже положим их в желток. И желток разотрем. Вот у меня маленькая такая вилочка детская. Можно обычной вилкой, конечно, это сделать, но маленькой мне удобнее. Не солим, не перчим. Просто растираем. Теперь добавляем сюда буквально чайную ложечку теплого сливочного масла. И соединяем желток с ним. Надо еще чуть-чуть масла. Как бы масло здесь добавляется по вкусу. Чайную ложечку добавили, попробовали. Если хватает, все. Если хотите чуть-чуть более выраженный вкус сливочного масла, как этого хочу, допустим, я в данный момент, добавляем еще чуть-чуть. Руки должны быть, само собой, чистыми. Мы берем и фаршируем наши яйца. Куриные, вареные. Оставшийся желток с маслом нужно намазать на кусочек багета. И добавить сверху икры, сделать бутерброд. Берем икорку и аккуратненько укладываем ее поверх яйца. Вот наши удочки практически готовы. Осталось из какой-либо зелени сделать им мачты. Сделаем их из укропа. Можно из петрушки. Из петрушки тоже интересно получится. У меня на данный момент под рукой укроп. Вот такая закуска лодочки получается из яйца и икры. Ее мы сделали на данный момент в качестве украшения нашего гратена. Но можно, само собой, даже нужно сделать такую и на новогодний стол. Прошло 25 минут. Даже 27, если быть точными. Достаем наш гратен. Отличная получилась корочка. Чего мы и добивались. Ну и рыба за это время, конечно же, готова. Вот так наш гратен выглядит в форме для запекания. Осталось только сервировать. Ну вот и все, дорогие друзья. Наш гратен из красной рыбы с закусками лодочки фаршированной. Абсолютно готов. Я специально вытащил кусочек красной рыбы, чтобы вам показать, как она будет выглядеть внутри. Попробуйте приготовить. Будет отлично смотреться на любом праздничном столе. Пойдет как основное блюдо, так и как дополнительное. Тем более, очень будет кстати к приближающимся новогодним праздникам. Ну вот и все, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся. До новых встреч.